Творяй чудеса Друзья мои, еще несколько дней и на небе зажжется звезда, которая расскажет о том, что родился Христос, о том, что родился Бога-младенец, который принес спасение роду человеческому. Но совсем немного осталось дней и эти дни, как их прожить, чтобы не потерять эту радость? Отец Андрей, будьте добры, как прожить эти дни перед Рождеством? Светлое Рождество Христово, очень большой праздник, огромный. Второй праздник по значимости после Пасхи. Будем помнить, что Рождество Христово – это начало нашего спасения, когда Бог воплотился в плод человеческую, в существо, в природу человеческую, для того, чтобы спасти всех нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны серьезно подготовиться к этому событию. Как говорится в Евангелии, в притче о браке сына господина, говорится, что Господь прошел мимо возлежащих на перу, не Господь, а хозяин, хозяин, но символизирует это Господа, возлежащих на перу и увидел человека не в брачной одежде. То есть древние евреи одевались в брачную одежду. То есть это было белое одеяние, красивое, все. И он сказал, почему у тебя нет брачной одежды? И тот промолчал. И тогда Господин сказал, возьмите слугам его и выбросьте во тьму кромешную, там, где платье скрежет зубов. Что такое, дорогие братья и сестры, означает брачная одежда? Брачная одежда – это покаяние, это участие в таинствах церковных, это причащение святых христовых тайн и жизнь жизнью церкви. Вот тогда человек оказывается в брачной одежде. Поэтому для того, чтобы нам оказаться в брачной одежде на Рождество Христово, нам необходимо жить жизнью церкви. Вот мы уже прожили Новый год и хочется сказать, что должны помнить, что со 2 января для православного христианина пост усугубляется. То есть уже нельзя есть даже рыбу, уже пост, он как бы превращается в подобие Великого поста. И можно кушать только растительную пищу с посолочным маслом, растительную пищу можно кушать и пост, таким образом он усугубляется. И особенно он усугубляется, конечно, в рождественский сочельник, на вечер, или по-другому называется на вечере Христова, или оно еще называется «Свят вечер» на украинскую мову. То есть это 6 января. Хочется сказать, дорогие братья и сестры, что мы должны запомнить, что если Рождество мы сравниваем с Светлым Христовым Воскресением по величине, Пасха, конечно, выше, это праздник в праздник, то есть главный праздник, но это второй праздник после Пасхи по важности. То есть мы должны сравнивать рождественский сочельник со страстями Христовыми, то есть со страстной пятницей. Поэтому празднование так называемой вечери, конечно, оно неуместно. Неуместно это праздновать, только как люди празднуют вечерю, скажем так, почему неуместно? Потому что это время углубления в молитву, время углубления в нарождающегося Христа. Это время, которое нужно проводить в Храме Божьем. Тем более, что службы на рождественский сочельник – это та дань, которую мы должны отдать Богу. Тем более, что службы на рождественский сочельник, они практически служат церковь беспрерывно, с очень маленьким перерывом. Так, например, там идут царские часы, идет литургия святителя Василия Великого, соединенная с вечерней, рождественский сочельник. Потом идет почти через некоторое время Великое повечерие, утренняя, на Великом повечерии служатся лития. И поэтому лучше это время провести в Храме, чтобы достойно встретить светлое Рождество Христово. И вот, дорогие братья и сестры, хочется сказать, чтобы все мы следовали этой традиции. Почему вечеря имеет такую опасность? Мне кажется, вечеря была сформирована людьми в советское время, когда люди не могли отпраздновать Рождество открыто, были закрыты храмы. Они хотели. И вот они как бы собирались тайно, собирались друг к другу, ходили в гости, тихонечко носили подарочки. Не было храмов, а человек все равно хотел отпраздновать Рождество. Но, дорогие братья и сестры, сейчас эта традиция, она является пагубной. Почему она является пагубной? Потому что она превращается в какое-то языческое пиршество, как правило. Надо сказать, что православной традиции нет понятия «двенадцати блюд», например. То есть это тоже какое-то человеческое понятие. И это тоже надо понимать, что обычно, как вот сученик сталкивается, вот я знаю, вот он говорит, в каком селе там провести праздник, а ему люди говорят, что проводите где хотите, потому что много все равно людей не придет. Они все, короче, на вечерю уже Рождество отпраздновали, 6 января. Они будут лежать там с больными головами, с объевшимися животиками на диване, потому что как бы они сильно хорошо отпраздновали вечерю. Поэтому, дорогие братья и сестры, это очень плохая традиция в данный момент. Будем помнить, что по православному уставу до первой зори, так называемой, вообще ничего не естся и не пьется. То есть ничего не естся и не пьется. По православному церковному уставу, то есть почему до первой зори? Потому что после вечерни по церковному уставу выносится подсвечник с вожженной свечой, и этот подсвечник ставится посреди храма, и этот подсвечник, он символизирует собой звезду Вифлеемскую, ту звезду, которая привела волхов к яслям с Богом-младенцем и привела к празднованию Рождества Христового. И вот уже тогда можно поесть так называемого колова. Что такое колова? Это наши предки, пророщая пшеница с медом, вареная пшеница с медом, которую ели вообще в Рождественском сочельнике только это и ели. Но сейчас это может быть там вареный рис, да, ну или как бы заменители какие-то колева. И вот это вот колева, ну и конечно можно есть пищу растительного происхождения. То есть, вот, но ни в коем случае без объедения, без опивства, без каких-то, даже рыбу в этот день, так же есть нельзя. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить, что Рождественский сочельник нам следует провести в храме. Рождественский сочельник нам следует посвятить вот этому моменту углубления в праздник Рождества Христового, для того, чтобы его достойно встретить. Желательно поисповедовавшись, причастившись к святых христовых тайн. Ну, а потом уже можно и поносить и вечерю. Тем более, что с Рождества Христового 7-го числа по 18-е число, то есть крещенский сочельник, это все беспрерывные святки, когда нет ни среда, ни пятницы, нету поста, когда мы можем ходить к родным, крестники могут посещать крестников, но и праздновать, петь калятки, славить Христа Рожденного. Но ни в коем случае нельзя переносить самочинно, самовольно Рождество Христово переносить на 6-е число. Все должно быть в своем чину и в своем мере. Так что будем, дорогие братья и сестры, надеяться, чтобы мы достойно встретили Рождество Христово. Желательно в церковной молитве, чтобы углубиться в этот праздник, не в какие-то околоцерковные традиции или языческие пиршества, а вот именно в суть догматическую церковную великого праздника Рождества Христового. Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово Песня «Народица» 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ